Здравствуйте! Меня зовут Ирина Владимирова. В эфире программа «Читай город». Ну а читать я приглашаю «Рабочую правду». В газете, как всегда, масса полезной и нужной информации. Вот, к примеру, горячие новости про отопительный сезон. Депутаты и руководство города сейчас решают, вводить или нет режим чрезвычайной ситуации в Полевском. Южная котельная и сети до сих пор не готовы к запуску тепла. «Мы идем на срыв отопительного сезона», предупреждает председатель комитета Думы по городскому хозяйству Игорь Кулбаев. «Ситуации, угрожающая, готовности к отопительному сезону в южной части нет. Людей морозить нельзя и надо запускаться. Я считаю необходимым ввести на нашей территории чрезвычайную ситуацию». Это слова члены общественной палаты Полевского округа Ильи Кочева. Как депутаты решили помочь Полевскому, читайте на третьей странице самой народной газеты «Рабочая правда». Что еще почитать? Давайте вместе пролистаем главные темы номера. В селе Мраморском создается православная женская обитель. О первых шагах рассказывает матушка Соломония. Украинские школьники сели за парту в Полевском и схватились за голову. Мы этого не проходили. Кулинары и повара из Полевского стали призерами международного конкурса. С чем же это были наши пироги? Герой войны Николай Пименов будет похоронен в Полевском. Волонтеры отправились за гробом воинов в Смоленск. Полевской перешел в режим экономии. Уличные фонари теперь выключают на всю ночь. Письмо от наблюдательного горожанина. На некоторых темах остановлюсь чуть подробнее. 23 украинских школьника начали новый учебный год в Полевском. Достаточно было нескольких дней за партой, чтобы понять, они оказались в сложной ситуации. Когда я перешел в 9 класс, здесь, в России, посмотрел учебники, пообщался с учителями, одноклассниками, понял, мы в Украине этого не проходили. Мне очень сложно сейчас по физике, математике, химии. Такое признание сделал ученик школы номер 20 Сергея, приехавший из Донецкой области. За голову сейчас схватились педагоги, директора школы управления образованием. Они тоже впервые в такой ситуации. Как решили исправлять положение, узнаете, прочитав материал на 10-й странице самой независимой газеты «Рабочая правда». Он так называется. Это мы не проходили. Наконец-то решился вопрос о захоронении солдата Великой Отечественной войны полевчанина Николая Пименова. Помочь родственникам принять единственное, на наш взгляд, правильное решение помогли вы, уважаемые читатели. Спасибо за звонки и участие. Николай Пименов будет похоронен на родине в Полевском. Ну а в данный момент двое волонтеров отправились в Смоленск за гробом Николая Пименова, и они держат нас в курсе всего происходящего. На московском вокзале нас встретил один из бойцов поискового отряда Вадим. Мы заехали за внучкой Николая Пименова Людмилой и сейчас направляемся в Смоленск. Везем с собой все журналистские принадлежности от блокнота до фотоаппарата. Так что читателям «Рабочая правда» расскажем о поездке во всех подробностях. Об этом сказал корреспондент по телефону Иван Кущ. Большую помощь в решении вопроса о перевозке и захоронении солдата в Полевском оказал Северский трубный завод. Активно подключилась и администрация города. Мы рады такому решению. Подробный материал читайте на седьмой странице самого объемного еженедельника города газеты «Рабочая правда». Кулинары и повара из управления рабочего снабжения Северского трубного завода привезли победу с международного конкурса. Боролись в четырех номинациях. Вот что нам рассказали очевидцы. Звание лучшего повара рабочего питания у Татьяны Габеркорн. В индивидуальных соревнованиях кондитеров Анна Нанивская стала бронзовым призером. Акцент в ее блюдах ставится на начинках взятых из русской кухни. Об этом рассказала корреспондент Ольга Артамонова. С чем же были полевские пироги и ватрушки? Читайте на восьмой странице газеты «Рабочая правда». И, кстати, это не единственное международное мероприятие, которое посетили полевчане. В следующем номере газеты увидите, какие в мире бывают музеи и чем наш, заводской, лучше. Ну и, конечно, это не все новости. В свежем номере «Рабочей правды» читайте о том, где в Полевском прогреются первые батареи. Какие изменения произошли за лето в Дворце культуры Северского трубного завода. И еще масса важной и любопытной информации, как всегда. Будьте в курсе событий с газетой «Рабочая правда». Но если хотите получать новости первыми с доставкой на дом, оформите подписку. Адреса и телефон сейчас у вас на экране. И не забывайте, каждый подписчик «Рабочей правды» бесплатно получает газету «Северский рабочий». А о чем же в ней пишут? Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев вручил пяти работникам Северского трубного завода государственные награды. В замкнутом цикле производства начало работать оборудование нового блока очистных сооружений непрерывного стана. Стоки утилизируются на финишных очистных сооружениях и не попадают в реку Северушку. Газета «Северский рабочий» сменила адрес, переехав в здание научно-исследовательского центра завода. Вместе с мебелью и компьютерами прибыл и бесценный архив заводского издания объемом 60 томов. Главные новости города и завода подписчикам приходят одновременно. Покупая «Рабочую правду», помните, один рубль с каждого экземпляра идет на восстановление памятников в Полевском. Открывайте «Рабочую правду» по полезному вам чтению. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова